МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите специальный выпуск новостей на телеканале Юрген в студии Евгений Стокос. Добрый день. Интауголь, несмотря на усилия федерального и регионального Кабинета министров, так и не смогла выйти на безубыточный уровень производства. Шахта снова копит долги, и рассчитаться по ним она уже не способна. Об этом главе КОМИ накануне рассказал генеральный директор предприятия Игорь Раюшкин. Вместе с министром промышленности Николаем Герасимовым он попросил Сергея Гапликова о встрече, чтобы лично сообщить решение совета директоров Интаугля. Уже по суровому выражению лица Игоря Раюшкина было понятно. Новости он принес далеко не радужные. Да, в последние три года правительство КОМИ активно поддерживало Интауголь, изыскивая средства на заработную плату, выплаты поставщикам услуг и нормальную работу. Кабинету министров республики даже удалось добиться выделения для предприятия помощи из резервного фонда федерального правительства. Шахта получила больше миллиарда рублей, расплатилась с долгами и снова начала работать, но, увы, не зарабатывать. Поведется старая анализ деятельности предприятия. Мы не смогли добиться выхода на безубыточный уровень работы по ряду объективных причин, которые всем вам известны. То есть у нас отсутствует потребитель на 70% объема производимой продукции на субе США. Объем добычи производимой продукции обеспечивает покрытие собственных затрат не более, чем на 50%. У нас отсутствует стратегический инвестор в предприятии. Последний пакетом акций, которые завершились 18 июня, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в этих торгов. Следует отметить, что за весь период торгов нет ни разу ни одной заявки. И последний раз акции уже продавались со скидкой 40% от оценочной стоимости. А целостность, напомните, какая была? Миллиард 200 миллионов. Продавали тысячи за 450 миллионов. И тем не менее, ни один интересант в основе появится. Ну, это опять объективная причина газификации страны и на основании изложенного корпорации по развитию Союза и корпорации подготовили представленные отчеты деятельности. За три месяца добычи в части от Сео шахта не продала ни одной тонны, продолжает Николай Герасимов. Продукция просто лежит на складе. Ее единственный потребитель, Череповецкая ГРЭС, может платить за тонну угля всего 574 рубля, при его себестоимости в 900 рублей. Совет директоров, рассмотрев доклад генерального директора, поддерживая его предложение о ликвидации обостановки работы на указанной шахте и ликвидации шахты. Рассмотрены абсолютно все направления. По сути дела, мы стоим с вами перед очень простой дилеммой. Если мы не будем реагировать на указанную ситуацию, то мы до конца года сформируем в самом минимальном убытке, в самом минимальном варианте, в рамках такой работы, 480 миллионов рублей убытков, которые надо будет изыскивать вне деятельности шахты. Повторяю, что на 1 июля мы имеем нулевую задолженность по заработной плате, которую системно помогаем покрывать за счет средств корпорации. После услышанного Сергей Гапликов поручил Николаю Герасимову незамедлительно выехать в Инту. Раз принято такое решение, первое, что нужно сделать, это обеспечить все соответствующие законные интересы в рамках трудовых взаимоотношений, всех социальных последствий шахтерам и членам их семьи. Те, кто изъявит желание, должны, безусловно, быть трудоустроены. Такую работу нужно провести в первую очередь с Воркутовым углем. У них есть, мы знаем, потребность в квалифицированных кадрах. Ну и, конечно же, если необходимо будет решить вопрос о переезде из Инты в Воркуту, то решить задачу непосредственно с предоставлением жилья. Если понадобятся на эти цели соответствующие ресурсы, значит, надо эти ресурсы изыскать. Если у людей не появится желание работать именно по специальности, значит, нужно предпринять все необходимые меры, предоставив им возможность пройти переквалификацию и трудоустройство на других предприятиях регионов. Поэтому здесь основная задача. Если кто-то уже вышел в пенсионный возраст и на сегодняшний день он имеет возможность получения пенсионных всех выплат, значит, также максимально по закону решить все эти вопросы. Значит, все должно быть под контролем. Я прошу вас, Николай Николаевич и Георгий Антонович, выехать в ближайшее время в Инту, провести необходимую работу, значит, с коллективом шахты, значит, создать необходимый оперативный штаб по решению всех этих вопросов, привлечь туда в том числе и представителей правоохранительных органов. И все должно в ежедневном режиме информироваться, значит, о принятых решениях и действиях. Подключить сюда министерство социальной защиты, инспекцию по труду, значит, федеральную инспекцию, которая на сегодняшний день должна видеть полностью, как выполняются все наши действия, связанные с трудоустройством и соблюдением социальных гарантий работников шахты. Необходимо в том числе провести работу и с администрацией города, и с активом города, и со всеми теми, кто на сегодняшний день погружен в жизнедеятельность шахты, чтобы людям объяснить истинные причины, принятые советом директоров по решению. Город должен жить, должен иметь соответствующую перспективу. Я тоже со своей стороны беру вопрос под личный контроль, буду безусловно проводить консультации дополнительно с руководством Северстала и Воркута-Угля с тем, чтобы они максимально быстро могли оперативно включиться в эту работу и оказать соответствующую помощь и поддержку. В связи с ликвидацией шахты в Инте создадут ситуационный оперативный штаб. Он будет работать в круглосуточном режиме и оперативно решать все возникающие вопросы, в том числе касающиеся социальных гарантий для коллектива и трудоустройства работников Инта-Угля. Светлана Некрасова, Николай Богданов, телеканал Юрген. И это все к этому часу. Увидимся в вечернем выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь на Юргене. Субтитры создавал DimaTorzok